Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В здании киноконцертного зала «Победа» был организован солдатский привал на стилизованной танцевальной площадке образца 1945 года. В парке «30-летие Победы» работали полевые кухни. Желающих попробовать настоящую солдатскую кашу оказалось так много, что поварам пришлось делать не одну закладку продуктов. Здесь же на площади прошел праздничный концерт «Мы – дети Великой Победы». Собрались почтить память погибших героев войны и в очередной раз поблагодарить ветеранов за мир и свободу, жителей села Супсех, родственники и однополчане. Сегодняшние школьники и студенты, пожалуй, последнее поколение, кому повезло узнать подробности истории от ее создателей – ветеранов, воевавших против фашизма и за свободу нашей Родины. К памятнику в центре села возложили цветы и венки от анапчан, жителей Супсеха, родственников, погибших и ветеранов. Исследуя традиции, сделали общее фото на память. Традиционно ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая чествовали в кафе «Елена». За праздничным столом участников войны с Днем Великой Победы поздравил мэр Анапы Сергей Сергеев и поблагодарил организаторов парада и городских мероприятий за настроение и праздничную атмосферу в течение всего дня. В Анапе прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 69-й годовщине Великой Победы. В спортивном празднике участвовали школьники, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений и все желающие. И к другим новостям. В здании на улице Ленина 30 пресечена деятельность подпольного игрового клуба, причем подпольной в буквальном смысле. Хозяева предоставляли доступ к азартным играм в нежилом здании на цокольном этаже. Сотрудники МВД провели контрольную закупку, после которой деятельность клуба пресекли. 17 компьютеров для игры, находящихся в помещении, изъяли. По факту нарушения закона составлены административные протоколы, материалы направлены в суд. На этой неделе с 12 мая в городе проходят плановые работы по замене труб на теплотрассах. Ограничение в подаче горячей воды в дома и квартиры на обчан временная вынужденная мера. Идет плановая замена ветхих участков теплотрассы. 650 метров старых стальных труб меняют на современные, пенополиуретановые. Срок эксплуатации у них до 15 лет. Специалисты называют этот материал энергоэффективным. Трубу не требуют дополнительной теплоизоляции. По решению администрации города специалистам предприятия теплоэнерго дано разрешение на разрытие и прокладку труб в городе. Главное условие – сжатые сроки работы. Все работы должны быть завершены за две недели – с 12 по 28 мая. После чего горячая вода снова будет поступать в дома и квартиры на обчан. Работы по замене труб плановые ведутся в Анапе на старых участках теплотрасс, требующих замены. Это первый шаг подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов. Предприятие «Зеленстрой» обновляет композицию «Алые паруса». Любимое место фотосессии выпускников школ, вузов, романтичных натур и гостей курорта. Высажены около 500 красных петуний на караме и палубе корабля. А идет он, естественно, по морю синих и голубых цветов. Недалеко друг от друга на клумбах установлены каркасы Китая, Сминога. На днях к ним присоединится дельфин. А через полторы недели фигуру озеленят почвопокровными растениями. Набережная по-прежнему остается одним из любимых мест прогулок анапчан и гостей курорта. На этой неделе в Анапе определили самую красивую и талантливую анапчанку среди студенческой молодежи. Шесть представительниц высших среднеспециальных учебных заведений соревновались за титул «Мисс Студенчество». По итогам всех конкурсных заданий жюри определила победительницу. «Мисс Студенчество» в 2014 году стала Анжелика Мативосян. Девушка поет в ансамбле «Надежда в России», учится на втором курсе Российского государственного социального университета. В будущем красавица планирует стать программистом. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» прошли отборочные игры в подгруппах по волейболу. В первенстве Краснодарского края среди девушек анапчанки показали хорошие результаты. И по итогам игры уже вышли в финал соревнований. Финальные игры первенства Краснодарского края по волейболу пройдут 16 и 17 мая в спортшколе «Виктория». Анапчан ждут здесь в качестве болельщиков. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Качество детского питания, законность оказываемых услуг в сельских населенных пунктах прошли проверки. Сухая жаркая погода – повод сходить на пляж и повторить правила пожарной безопасности. Золотых юбиляров семейной жизни зарегистрировали в ЗАГСе в Международный день семьи. Отличились. В пожарной службе наградили победителей двух конкурсов – городского и краевого. Пять лет дорога и добра. В клубе эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья отметили юбилей. И сейчас обо всем подробнее. Сотрудники администрации налоговой инспекции проводят рейдовые мероприятия, выявляют нарушителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без госрегистрации. Наша съемочная группа вместе с комиссией побывала в станице Гостогаевской. В налоговую инспекцию поступила жалоба от жителей станицы Гостогаевской. Их сосед, проживающий по адресу переулок Казачий 8А, осуществляет предпринимательскую деятельность – сервис по ремонту автомобилей без госрегистрации. Постоянный шум мешает станичникам. На месте хозяйка пояснила, ее муж работает в городе охранником на постоянной основе, а дома лишь изредка ремонтируют машины, и то родственникам. Члены комиссии проверили все гостогаевские шиномонтажки и автомойки. На наличие лицензии и разрешений лица, получающие неоднократно доход от любой деятельности, должны в соответствии с законодательством Российской Федерации встать на учет налоговой инспекции по адресу города НАП улицы Шевченко-1. Индивидуальный предприниматель должен оформить уголок потребителя по стандарту. Предпринимателю, осуществляющему услуги, при расчете с клиентами необходимо применять бланк строгой отчетности, документ, который выдается вместо кассового чека и подтверждает получение денег. Осуществление предпринимательской деятельности без гострегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без гострегистрации в качестве юридического лица лечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. Качество детского питания в центре внимания специальной комиссии. Представители администрации проверили, чем кормят детей в образовательных учреждениях сельских населенных пунктов. Село Юровка и Станица Благовещенская проверку прошли. В школе номер 18 села Юровка 700 учеников главная проблема нет средств на капитальный ремонт в столовой. Плитку на полу не меняли с 1978 года. На потолке подтеки посуду со сколами. Депутаты выделяют деньги, но их не хватает. В детском саду номер 35 улыбка новая посуда на 230 воспитанников. Оборудование в пищеблоке новое. Территорию детского сада сотрудники благоустроили сами. Необходим ремонт коммуникации в подвальном помещении. Своими силами работники детсада проблему не решат. Помогают депутаты. Сегодня стоит острая проблема здесь с подвальным помещением, которую довели до зама главы Харитонова, чтобы решать эту проблему. Косметический ремонт – проблема школы номер 10 хутора Чекон. Рассчитано здание на 400 учеников. Учатся 163. В столовую бегут с радостью. Наша столовая хорошая. Вкусно очень кормят. Что нам нравится? Плов нам нравится. Толчонку, сосиски. Финансирования не хватает на содержание помещений. Предписания специалистов отдела Роспотребнадзора за год не выполнили. Плитку на полу в пищеблоке не заменили. Вытяжка установлена в 1975 году. В этом вышло из строя. Денег на новую нет. Не работает система вентиляции в детском саду Чебурашка. Сотрудники сами сделали частичный ремонт в пищеблоке, благоустроили территорию. Вот это, оно создано руками заведующих и тех людей, которые здесь работают. Поддерживают это, потому что они здесь работают. Они здесь живут, здесь местные дети. Представители Совета молодых депутатов Управления образования уточнили, как проводится работа с поставщиками продуктов. Проверили хранение продуктов, оснащение пищеблоков. Основное внимание – ремонт у помещений. Конечно, очень многое зависит от руководителя учреждения. Видно сразу с первого взгляда. Если где-то на самом деле можно подпелить и подкрасить, и это делает сам руководитель, это видно. И им большой, конечно, поклон. В 2013 году во время проверки школы номер 8 Станицы Благовещенская выявили нарушение по оборудованию пищеблока. Исправили плитку на полу, частично заменили, закупили новое оборудование. Запланировали те бюджетные деньги, которые выделены на исполнение депутатских наказов. А эта сумма, ни много ни мало, уже 500 тысяч рублей. Мы решили их направить еще раз, деньги 2014 года, на школу. Основная проблема станичного детского сада номер 8 «Огонек» – благоустройство территории. Необходимо замена плитки. К пищеблоку претензий нет. Нет нареканий к школе номер 12 Станицы Анапска. Оборудование заменили. Требуется только текущий ремонт. Качеству продуктов в детских дошкольных учреждениях и школах – пристальное внимание. Хорошее питание – залог здоровья подрастающего поколения. Поэтому предпочтения отдают местным кубанским производителям продуктов. Правила пожарной безопасности напомнили сотрудники полиции. В условиях жаркой и сухой погоды для безопасности важна каждая мелочь. Вадим Родин продолжит тему. В связи с участившимися пожарами в нескольких регионах страны и наступлением пожароопасного периода в систему противопожарной пропаганды включены и сотрудники Анапского отдела полиции. Полицейские патрульно-постовой службы раздавали анапчанам билеты с рекомендациями, как не допустить возникновения лесного пожара, какие меры необходимо предпринять, если обнаружено возгорание лесного массива. Полицейские рассказывали прохожим, как правильно и безопасно тушить пожар самостоятельно. Памятки с противопожарной информацией размещены и в магазинах в уголках потребителя. К другим темам. Правила дорожного движения едины и действуют для всех одинаковы, независимо от статуса и должностей. Инспекторы роты ДПС выяснили, кто ездит не по правилам и для кого закон не писан. Нарушители спокойствия отдыхающих – сами отдыхающие. Пока одни мирно спят в тени собственного автомобиля, другие лихо проносятся мимо, причем даже скорость не всегда сбрасывают. Стой! Стой! Отдыхающие на берегу претензий пока не высказывают. В первые жаркие дни даже внимания не обращают на внешние раздражители. Загорают, купаются или просто дышат свежим морским воздухом. Чаще с детьми. Вот тут как раз скрытая проблема. На песчаном просторе дети не сидят на месте. Или качество водителя авто может стать причиной трагедии. По заданию главы города, инспекторы Анапской роты ДПС и межведомственная комиссия контролируют обстановку на пляжах. Но успеть проследить за каждым просто невозможно. Транспортные средства есть. В основном это службы, которые производят работы по благоустройству пляжей. То бишь восстанавливают определенные сооружения. Готовятся к курортному сезону. В течение всего курортного сезона будут регулярно проводиться рейды совместно с администрацией города. Небезопасно и некрасиво. Вряд ли на заграничных курортах такое встретится. Отдыхающая мама с маленьким ребенком в тени джипа. К сожалению, инспекторы ДПС не вправе выписать штраф за такое нарушение. Приходится полагаться на совесть анапчан гостей курорта. Ведь общечеловеческих норм морали и поведения никто не отменял. МЧС России провел в режиме видеоселектора командно-штабные учения. О готовности в регионах к пожароопасному периоду. Кубанским и, в частности, Анапским пожарным особое внимание. Поскольку они ближе всего находятся к Крымскому полуострову, куда в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут быть направлены сводные группы пожарной охраны. О том, какие силы и средства могут отправиться в Крым на помощь, доложил начальник Анапской части Владимир Савиновских. Сводная группа составляет 33 человека и 8 единиц техники, оснащенные необходимым пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. Для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым спланированы два варианта доставки. Первый – авиационным транспортом на вертолете Ми-26. Время пути до Симферополя – полтора часа. Второй вариант – наземный – два с половиной часа до порта Кавказ. По словам начальника 11-й пожарной охраны, личный состав к выполнению задачи готов. Ежегодно среди детских садов Анапы проходит конкурс «Огонь – опасная игра». На суд жюри дошкольные образовательные учреждения представляют тематические спортивные состязания, утренники, интеллектуальные игры. В Центре противопожарной пропаганды подведены итоги конкурсов. Подробности прямо сейчас. Конкурс среди анапских детских садов проводится не первый год, и популярность его растет, судя по росту количества участников. Четыре года назад тематических утренников на конкурс представляли только шесть детских садов. В этом году уже более 20. И выражаем вам огромную благодарность за тот труд, который вы проделали в плане предупреждения пожаров, впоследствии от них, именно вот начиная с такого маленького возраста, как наши маленькие дети. С трехлетнего возраста дети уже получают вот такие определенные знания, которые закрепляются с каждым годом, если вы не остановитесь и будете проводить такие мероприятия, даже если конкурс наш перестанет существовать. Наградили победителей и участников сразу двух конкурсов – Краевого служба спасения 01 и городского конкурса «Огонь опасная игра». Положением было определено восемь номинаций – рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество, макеты, литературные произведения, поэзия и проза. В финальном этапе представлено более ста работ и 22 сценария тематических утренников с видео и фотоматериалами. Каждый детский сад представил самые различные творческие работы. Рисунки на противопожарную тематику, фотоработы и композиции. Выделить три лучшие работы – задача сложная, поэтому первых, вторых и третьих мест – несколько. Коллективы шести детских садов заняли третье место, десять – вторые места, а победителями стали коллективы детских садов номер 3, 5, 12, 14 и 18. Представителям этих коллективов вручили грамоты и огнетушители, предоставленные фирмой «Пожзащита А». Некоторые работы были отправлены на краевой конкурс, и там оновчане вошли в тройку победителей. Первое место в краевом конкурсе заняла воспитанница первой художественной школы, третье место взял Центр развития НИКа. Продолжаем выпуск. Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, состоялся торжественный прием многодетных семей. От имени главы города Сергея Сергеева семьям с приемными и опекаемыми детьми дарили подарки, благодарили родителей и восхищались талантливой детворой. Возможность провести такой прием в кафе «Сказка» обеспечил депутат городского совета Сергей Дорохов. Подробности в сюжете. Эти дети особенно тонко ощущают заботу о себе. Их хрупкие ростки их душ расцветают самыми неожиданными талантами. Просто живя в любви невозможно по-другому. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей. А дети, которым выпало по судьбе остаться без родительской опеки, получили ее от людей, ставших им больше, чем родителей. И в этот день, в желании сказать им спасибо, высоких слов не стеснялись. Семья, как бы это долго ни звучало, это основа нашей нравственности. Именно всеми, именно вы закладываете нравственность на основу, любовь к родине. Именно от вас, родители, зависит, какими будут дети в будущем, какими гражданами в нашей стране будут. Малыши охотно делились своими мечтами. И то, о чем они мечтают, лучшее свидетельство того, насколько добрыми растят их приемные родители. Богдан Сушко мечтает стать тренером. Его сестренка – стать девушкой с красивой косой. А пятилетняя Артемка – чтобы бабушка никогда не старела. Ведь Лилия Григорьевна воспитывает всех своих внучат сама. Когда исполняющая обязанности отдела опеки и попечительства Управления по делам семьи и детей Вера Негинская знакомила семьи между собой, стало ясно, что каждая из семей преодолела немало трудностей на пути к своему маленькому семейному счастью. Поэтому наблюдать за волшебным преображением детворы невозможно без восторга. Мы выделяем эту семью из всех. Куда мы ни нашли, в зал, на любое мероприятие их видно сразу. Почему? У них хорошая осталка. Они всегда очень трепетно относятся к своему гардеробу. Обратите внимание, даже самая маленькая пинцета, которая здесь есть, у нее на главе шляпка. Наталья Ивановна Огородова с семейным музыкальным номером еще раз подтвердила, что гармония в семье возможна лишь при условии безусловной любви к детворе. Тогда даже самые трудные оттаивают и стремятся удивить и порадовать. В подарок от главы города все дети получили игрушки, а родителям вручили мощные блендеры. Ведь в каждой из семи семей, присутствовавших на приеме, любят принимать гостей. Семья Марчук, например, одарила всех домашним вареньем. И, пожалуйста, я прошу передать ей главе от вас большое спасибо. Так нас хорошо с вами. Спасибо нахрентое. Какие мы все нарядные. Нам дали возможность сделать это. Вот красиво. Вот красиво. И припеть с папами, с своими мужьями, с людьми. Тогда приемы открываем и попразднуем международный день в семье. А потом была общая фотография. Таких разных и таких одинаковых судеб семей, подаривших счастье и своим, и приемным детям. Спасибо им за это. И в продолжение темы семейных традиций и ценностей. В Ивановском ЗАГСе 15 мая торжественно зарегистрировали золотой юбилей совместной жизни супруги Дроботовы. Тамара Федоровна и Владимир Иванович Дроботовы идут по жизни рукообруку ровно 50 лет. И платье себе, и рубашку мужу к торжеству золотая невеста подбирала сама. Все-таки событие такое раз жизни. Заведующая отделом ЗАГС Галина Никитенко предложила молодоженам расписаться в книге почетных юбиляров и вручила приветственный адрес от губернатора Кубани Александра Ткачева. Владимир Иванович, Тамара Федоровна, примите, пожалуйста, приветственный адрес от губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева с искренними пожеланиями добра, согласия, радости, всего самого доброго. От имени главы курорта Сергея Сергеева цветы, подарки и теплые слова им передала заместитель главы Людмила Мурашова. Полвека вы вместе, полвека поддерживаете друг друга, держа друг друга за руку. Полвека вы встречаете рассветы и закаты. 50 лет вы живете вместе, сейчас вы встречаете этот юбилей. А потом участники торжества и журналисты с удовольствием задавали вопросы молодоженам о секретах семейного долголетия Дроботовых. А родители Володи жили через дорогу от родителей Тамары в казахском Талды-Кургане. Он заприметил девчонку, когда вернулся из армии. И потом три года он гонял женихов. А когда девушке исполнилось 18, молодые поженились. Он пришел с армии и через дорогу его родители жили, через дорогу мы жили, ну мои родители. Ну и все, заприметил девочку. Ждал он меня три года, пока я подрасту. Три года меня пас, отбивал всех женихов. По словам родственников Тамары Федоровны, крепость этого союза уходит корнями в традиции семей. Они и у Владимира, и у Тамары были многодетными, хлебнувшими войну и горе, и слез, но сумевшими пронести по жизни любовь и уважение. Считают, что семья складывается из умения уступать, прощать, а главное из умения любить друг друга долго. Я желаю семейным парам, как только, ну, больше уважения друг к другу, терпения. Вот самое главное, прощать им всякие невзгоды, обиды какие-нибудь, когда случаются в семье. В жизни ведь всякое бывает, плохое и хорошее. А то действительно, обиделся, все, разбежались. А тут обязательно надо прощать вот эти вот мелочи житейские. И двое сыновей Дроботовых берут пример с родителей, семьи создают раз и навсегда. Наши юбиляры сидеть сложа руки не привыкли. Помогают воспитывать внуков, участвуют в общественном самоуправлении Станицы Анапской. Тамара Федоровна – председатель ТОС-61, а Владимир Иванович – ее активный помощник. Поэтому с таким удовольствием и теплотой их чествовали и дарили подарки сотрудники администрации Станицы Анапской. Гостям своего семейного торжества Дроботовы пообещали, что через 10 лет вновь придут в ЗАГС, но уже на бриллиантовую свадьбу. Пять лет безграничной доброты. Клуб эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра» отметил свой первый юбилей. На праздники клуба побывала наша съемочная группа. На отчетном юбилейном концерте выступили все юные участники клуба «Дорога добра». Занятия вокалом, бальными танцами, поэтическое и песенное творчество укрепляют потенциал здоровья детей, уверены учредители и основатели клуба. «Приглашаю в наш клуб детки, которые у нас есть в Анапе, с какими-то возможностями здоровья ограниченными. Вы не пожалеете. Это так замечательно, что наши дети развиваются, что наши дети теперь верят в себя». Положительный опыт таких занятий подтвержден. Ребята в возрасте от 5 до 14 лет, которые занимаются в клубе с особенностями физического здоровья. Также сюда приходят дети, имеющие разные проблемы со здоровьем. «Не было приемных комиссий, строгих взглядов наставников, требований по росту, по возрасту, по весу. Требовалось только терпение родителей и огромное желание детей. И это вовсе не значит, что в нашем коллективе нет места талантам. Талант, наоборот, есть. Он спрятался очень глубоко, и не всегда его можно невооруженным глазом найти. Тут требуется любовь, сострадание и вера. Вера в то, что даже невозможно и возможно». Занятия в клубе «Дорога добра» бесплатны. Основательница и руководитель клуба Людмила Комарова вместе с детьми сочиняет, разучивает песни. Ее воспитанники успешно выступают на концертах, конкурсах и фестивалях. «Я даже, когда маленькая была, я всегда говорила, что я всегда буду петь. Со всеми все со мной спорили, а я все говорила, я буду петь, петь и петь. Вика, она стала ходить в клуб, ну и позвала меня с собой. И так мы начали ходить вместе. Мне понравилось. Мы пели дуэтом, поодиночке, ансамблем. Это было очень классно. Мне нравится ходить в этот клуб. Никита Чичурин поет с первых дней основания клуба. Лауреат Всероссийского конкурса «Синёка» и «Анапа». Пел на закрытии Паралимпиады в Сочи. Недавно ездил поступать в Москву в музыкальное училище и поступил. Мы с Людмой Викторовной за эти годы прошли очень много испытаний, очень много счастья повидали, бывали на всех сценах. И в Краснодаре выступали, и в «Анапе» на всех сценах, на всех праздниках. И я очень сильно ее благодарю за то, что она открыла этот клуб, и то, что многие дети с ограниченными возможностями здоровья пришли сюда и нашли для себя свой мир. Участники клуба на пятилетний юбилей порадовали зрителей своими концертными номерами, исполнили песни, которые уже полюбились многим анапчанам. Ребята и дальше будут продолжать творческое развитие и завоевывать высокие звания, награды и победы в сфере культуры. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Аптечная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксин-Лад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В субботу 17 мая в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 21-25, ночью до плюс 18 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 17 градусов тепла. В воскресенье 18 мая в Анапе будет пасмурно, местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха в дневные часы 17-19, ночью около 16 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный – 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 17 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин